Новые видео каждый день в 8 и 11 утра. Привет-привет, ребятки, добро пожаловать! И сегодня у нас с вами будет обзор очередного дополнения к The Sims 4. Точнее, не обзор дополнения, а обзор трейлера к этому дополнению, потому что выйдет оно... Минуточка внимания... 16 ноября 2018 года. Знаете, у меня иногда складывается впечатление, что у нас какая-то есть невербальная связь с разработчиками The Sims 4. Как вы знаете, мы с вами проходим сейчас путь к славе, там, где Даша и Олег пытаются стать знаменитыми видеоблогерами. И выходит дополнение, которое называется The Sims 4 путь к славе. The Sims 4 путь к славе! Это же просто феноменейшн, это же шикардейшн, шикарнейшн. Я даже не знаю, какие слова можно подобрать, но это очень круто. Многие ребята мне писали, что следующее дополнение будет связано со сверхъестественными существами. И когда я увидела, что вышел новый трейлер очередного дополнения, я так думала, блин, ну, наверное, сейчас что-то про ведьм посмотрим, про оборотней, может быть. А тут, опа, путь к славе. Да ладно, серьезно, путь к славе, ребята. Сегодня мы с вами посмотрим трейлер, разберем его, как обычно. У нас с вами будет сначала смотр трейлера, скажу вам сразу, я его немножечко озвучила. Я озвучивала, помню, трейлер к временам года. Да, такое было, если вы не видели, рекомендую посмотреть. Точнее, я его перевела, озвучила. Тут я просто его озвучила, включая ключевые особенности этого дополнения. И, знаете, я его так посмотрела, это реально круто. Это реально крутое дополнение. Вот, в принципе, я не могу назвать ни одно из дополнений в Sims 4, которое мне бы казалось не крутым, неинтересным, скучным. А вот это как раз вот просто вот то, что мы с вами ждали. Вот карьера актера. Ребята, вы представляете, мы сможем стать актером в Sims 4. Мне кажется, это очень круто. И самое смешное, что трейлер вообще вышел вечером. Поздно вечером, даже уже можно сказать. Я вот так на часы смотрю, уже практически ночь. И тут, знаете, хопа, выходит трейлер. Ну, я так понимаю, что, конечно же, нужно для вас, ребята, записать, посмотреть вместе с вами, обсудить. То есть, конечно же, вы напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого дополнения. Вы его тоже ждали или не ждали? Может быть, вы что-то другое ждали? Также напишите в комментариях. Ну, а сейчас мы с вами проанализируем, посмотрим его. Я так понимаю, что все хотят его увидеть. Я тоже хотела... Я тоже его хочу увидеть. Да. Так вот, сразу объясняю. Внизу полосочка. Это полосочка, которая прикрывает просто мой плеер. Потому что часто спрашивают в комментариях, да, что это за полосочка внизу, там, где Sims 4 написано. Эта полосочка просто скрывает мой плеер, чтобы он нам с вами не мешал. Ссылочка на трейлер будет в описании. Ну что, поехали, посмотрим, как он будет выглядеть. Так, звук у нас тут на максимуме. Все прекрасно. Погнали. Дотянитесь до звезды и создайте настоящую знаменитость в The Sims 4 «Путь к славе». Добейтесь известности, выбрав карьеру актера. Станьте звездой и попробуйте удержаться на скользком пути к славе. Добейтесь славы. Станьте звездой в выбранной карьере или начните путь на Звездный Олимп в новом амплуа. Блистайте в лучах софита, выбрав карьеру актера. Или станьте авторитетным советчиком и транслируйте свою жизнь в прямом эфире. Выберите свою роль. Станьте собственной музой или контролируйте симов на пути к вершине блистательной актерской карьеры. Добейтесь узнаваемости в рекламных роликах или получите роль в телесериале. Заправляйте городом. Купайтесь в блеске и роскоши нового мира Дель Соль Велли, где ваши симы приобретут вкус к славе. Заселитесь в простой дом для новичков в Мираж Парке или расположитесь в особняке на холмах Пинаклс. Купайтесь в роскоши, щеголяйте в шикарной повседневной одежде или блистайте в гламурных нарядах и на съемочной площадке. Вот это да, друзья мои. Честно вам сказать, я смотрела трейлер только один раз, так мельком, ну сугубо, чтобы озвучить. И знаете, вот сейчас мы с вами детально посмотрели. Это просто супер. Во-первых, как вы поняли, это у нас будет дополнение. И у нас с вами появляется дополнительный городок. Я помню, что многие... Какие были баталии у меня под временами года? Даша, будет точно новый городок, потому что вот этого дерева еще бы нигде не видели. Сколько было баталий, но в итоге времена года у нас вышли без городка. Хотя на самом деле был городок, не было городка. Времена года для меня остаются одним из самых любимых дополнений, потому что это зима, это осень в Sims 4. Это просто... это просто красота. Ну что, давайте анализировать трейлер. Короче, появляется у нас новый городок. И тут я уже вижу связь сразу же с третьими Sims. Как вы помните, у нас там тоже есть... Не бизнес... Ну, в общем, вы помните, у нас есть несколько там дополнений, связанных как с ночной жизнью, так и с жизнью актеров и так далее. И мне кажется, их как-то вот скомбинировали, наверное, в одно целое как раз вот к пути к славе. Ну что, давайте... Кстати, мы с вами обозревали мод Путь к славе. Может быть, тут тоже какие-то будут отсылочки? Не знаю, посмотрим. Так, вот наша Сим... Да, вы уже меня не слышите. Как видите, у нас тут вообще, в принципе, все. Она мне как-то напоминает смесь Лос-Анджелеса, наверное, как будто там, знаете, Беверли-Хиллз или что-нибудь такое. В общем, очень красиво. Мне, во-первых, очень нравится, что у нас тут появится все такое вот будет тепло. В принципе, у нас, получается, были с вами сугубо такие вот городки, где... Ну, знаете, классический городок, где зима, лето, осень. У нас был наш пустынный городок, но какого-то такого, знаете, теплого, по-настоящему теплого у нас не было. Вот у нас, пожалуйста, появился такой вот действительно какой-нибудь городишко. Я же говорю, как в стиле случайный стоп-кадр, в стиле Лос-Анджелеса или что-нибудь типа того. Очень будет интересно, как реализована система именно Пути к славе. То есть, если у нас будет карьера актера появляется, то, скорее всего, это именно будет как карьера, как у нас есть врач, у нас есть, кто у нас там, ученые, у нас есть полицейские. Скорее всего, это будет именно так реализовано, хотя, может быть, оно будет реализовано, как мы с вами играли в моде Пути к славе. Если вы не смотрели этот мод, посмотрите, достаточно интересный был мод. То есть, там, как бы, вы начинаете получать подписчиков, какие-то рекламные предложения. То есть, понятное дело, что это было реализовано любителями, это было не сделано разработчиками, но в любом случае это было здорово. Итак, как вы видите, у нас появляется эта прическа, она мне дико нравится. Я ее, как увидела первый раз, мне она очень понравилась. Во-первых, мне нравится вот это разнообразие оттенков, то есть, то, что у нас будет не чисто там зеленый, чисто, а вот такое, как бы, с милированием. Мне уже нравится. Мне вообще эта симка, кстати, очень понравилась. Мне кажется, она выглядит достаточно симпатично. Как видите, нам тут отматывают, как бы, с чего все начиналось. То есть, с чего все начиналось. Скорее всего, барышня просто пришла на какие-то пробы. И, вы видите, у нас уже тут все организовано. Целая, типа, киностудия, наверное. Наряды. Вот мне очень интересно будет посмотреть именно эти сценические наряды. То есть, наверняка, они будут доступны для наших персонажей. И тут, ребята, я вангую. Допустим, в каком-нибудь из наших летсплеев, там, не знаю, 100 детей, и в каком-нибудь челлендже, наверняка, где-нибудь будет ходить такой ковбой. Или кто-нибудь еще, по-любому. По-любому у нас будут такие небольшие глючки. Ну, как вы знаете, у меня это бывает. Значит, как видите, у нас появляются различные наряды. То есть, скорее всего, у нас будет здесь сделан акцент именно на такие вот наряды, а не на что-то повседневное. Хотя, у нас повседневного и так очень много. А вот каких-то, как раз таких вот необычных образов для тематических вечеринок или еще для чего-то, мне кажется, очень даже не хватало. Так, чапаем дальше. О, вы посмотрите, какие классные наряды, какие классные костюмы. По поводу... Сейчас давайте посмотрим. Вот мне будет очень интересно, как тут реализован момент. Там было сказано в трейлере. Вы можете быть как актрисой, так и руководить этим процессом. То есть, типа, может быть, режиссерской карьеры что-то у нас получится выбрать. Ну, смотреть будем, ребята. Как вы понимаете, это просто чисто трейлер, который вышел там 15-20 минут назад. Я его только увидела. Вместе с вами анализирую то, что я вижу. Как вы видите, кстати, у барышни еще прическа такая, обычных цветов, никаких необычных. Декорации, как я понимаю, вот это тоже интересно. Будут ли они у нас... Скорее всего, мы их будем строить. То есть, мы сможем их как-то построить. Ребят, я даже пока, я даже не представляю, как это могло быть сделано. Скорее всего, вот у нас, может быть, будет либо карьера режиссера, то есть, мы будем как-то выбирать постановка, еще чего-то, еще куда-то. Либо же у нас будет действительно полноценная актерская карьера. То есть, мы, наверное, будем вести какой-то свой блог. Кстати, это, вот, можно было бы неплохо так закрутить. И, как видите, у нас тут... Вот это мне, кстати, прическа очень понравилась. По-моему, у нас ее нет. Вот парышни с этими... Я же надеюсь, вы мою мышку видите, вроде видите, да? Должны видеть. Вот эта прическа мне почему-то очень понравилась. Я так понимаю, что у нас, скорее всего, такая вот еще кофточка появится. Наряды. То, что я вам уже говорила. Наряды обязательно. Кстати, кофточка симпатичная. Но, скорее всего, судя по штанам, которые у нас тут с кисточками, то они у нас будут доступны, ну, как наряд такой вот конкретный. Лампа. Мне, кстати, очень нравится эта лампа. И мне нравится этот столик. Насчет столика ничего не скажу, потому что, к сожалению, до конца не помню все предметы в 74. А вот лампы я не видела. И лампа мне уже нравится. Особенно вот такого вот мятного цвета. Так, ну и, как вы видите, у нас полноценный съемочный процесс. Вот это интересно. Вот это мне интересно, как оно будет реализовано. То есть, именно сам этот съемочный процесс, это будет действительно у нас... Мне что-то подсказывает, ну, это, знаете, я такой вот небольшой реалист-пессимистович, что, может быть, оно будет реализовано как, ну, в карьере, то есть, что-то сделать, где-то подойти. Помните, как, допустим, карьера детектива? Тут ты подойти, сделай там постой где-нибудь, тут улыбнись. Вот видите, у нас крестик нарисован. То есть, скорее всего, там, кликни на крестик, там, что-нибудь сделай. Либо же, как было бы, мне кажется, интересно, у нас будет, типа, маленького сценария. И у нас, допустим, будет очередность, и мы должны, там, кликнуть, сесть на стулья поплакать, там, поулыбаться где-нибудь, подойти на крестик как-то, не знаю, там, посмеяться. Ну, посмотрим, ребят, посмотрим. Это очень-очень интересный вариант и очень интересный такой вот момент, который меня интересует. Вы видите, также у нас добавляется грим. Вот это все интересно, вот эта вся техника, вот это, как это все будет реализовано. Также, как видите, у нас добавляются такие вот сражения на кораблях, сражения где-то в космосе, наверное, типа, знаете, супергеройских фильмов, что-то такое. Мне очень нравятся вот эти декорации, и будет очень классно, если бы сама карьера... Представляете, допустим, когда у нас была карьера врача, мы там тупо ходили в один центр, в одну только больницу, сделали свои дела и пошли себе дальше. Было бы очень прикольно, если бы каждый рабочий день у нас, например, был в разных местах. То есть, допустим, по понедельникам и средам мы, например, вот здесь, там какие-то космические корабли воюем, а, допустим, во вторник и в четверг мы снимаемся, там, не знаю, вот там, где, например, какая-нибудь детская реклама, и по пятницам у нас, например, пиратский корабль или что-нибудь такое, было бы очень здорово. Вот такого разнообразия в карьерах мне, честно говоря, вот не хватает, потому что, в принципе, классические карьеры, они, конечно, классные в 74, но не хватает вот такого вот разнообразия. То есть, куда-то сходить, что-то сделать, там, тут, вот такой вот подвижности. Но мне уже нравятся и костюмы, и прически, и, как видите, и наряды различные. Я уже, как минимум, отметила наряды, а-ля, супергеройские, средневековые, эти самые, ковбойские, пиратские. То есть, нарядов, скорее всего, будет очень и очень много. Вы посмотрите, подождите, тихо-тихо-тихо, мы мотнемся немножечко, и такое у нас даже добавят, да? Обалдеть! Ну, татуировки, по-моему, у нас все классические, старые, кроме вот этого, хотя нет, эта рука у нас, по-моему, тоже была. Грим. Скорее всего, добавят очень много грима, которого тоже нам с вами часто не хватало, как вы помните, когда мы каких-то персонажей создавали. Чего-то такого вон, видели? Тоже в стиле каких-то таких вот английских фильмов, что ли, что-то такое, или тоже какой-нибудь там 19-18 век, сорян, ребят, я могу запутаться в нарядах, простите, пожалуйста. Ну и, конечно же, Дикий Запад, ковбои, ковбойки, все дела. Это какая-то у нас романтика, наверное, 20-е, 30-е годы. И вот это мне очень понравилось. То есть это, скорее всего, какие-нибудь клубы, рестораны, куда мы сможем попадать. Скорее всего, у нас, по мере, у нас будет не просто эта карьера, а еще и с ростом, ну, как я уже в конце самого трейлера рассказала, с ростом нашего, там, звездного уровня, будем так называть, у нас, например, будет повышаться там доступ в какие-нибудь клубы будут появляться. Вот это, кстати, было бы здорово. Допустим, сейчас наши персонажи, просто вот он начинающий актеришка, ну, там он куда-то проходит, потом он попадает в веб-зону, потом его в отдельный ночной клуб, потом ему в отдельный ресторан, отдельные столики. Это было бы реально очень здорово. Фанаты, телохранители. Слушайте, телохранители, как вы помните, у нас и там были, в моде на путь славы, ну, это, к пути, к пути славы. В общем, мод, который я обозревала. Вот эти, по-моему, еще, кстати, новые прически... Мне кажется, что тут достаточно много новых причесок. Я думаю, что штучки 3-4 точно появились. К сожалению, я могу не все точно сейчас назвать, но, может быть, вы можете открыть сейчас 74 и свериться. Ну, это точно новая. И та вот с серебряными такой вот штучкой вот здесь, она тоже была из новых. Мне кажется, что и вот этот нарядец, вот эта курточка, типа бомбера укороченного, это тоже что-то из новенького. Юбка, юбка, скорее всего, джинсовая, поэтому она, наверное, из старых. И, как вы видите, тут будет... Вот этот будет момент интересен. Если мы, например, идем с вами в магазин, будет ли за нами бегать толпа фанатов или же нет? Мы, наверное, сможем себя видеть на бигбордах. Как вы помните, у нас очень много бигбордов по городам, и, представляете, такая выходит наша дамочка, а тут такой чик, и на бигборде появляется. Класс! Очень и очень круто! Слушайте, мы все время на какие-то эти самые попадаем. Вот! Вот это, наверное, вот это виповское заведение. Может, у нас будут какие-то тусовки для знаменитостей. Как видите, да, там кто-то выступает. Фотографы, папарацци. Ребята, это будет классно! И мне кажется, что можно будет даже начать отдельный какой-нибудь летсплей. Там, не знаю, кто будет главный герой, неважно, какого пола, парень, девушка. Который, допустим, из какого-то городка переедет в этот городок. Может, какие-то, знаете, тут можно интриги, еще чего-то. Ведь связи с миром знаменитостей, там может быть очень много как хороших, так и плохих. С кем-то связаться, не с тем, туда-сюда. В общем, много чего можно будет придумать. Я, конечно же, что-то такое попробую для вас реализовать. Пытаюсь, по крайней мере. Хотя, я представляю, выйдет новое дополнение, ребята. И опять надо со всеми модами будет разбираться. Потому что она все будет глючит, как обычно. Ну что ж, ребятки. Как видите, тут больше акцент. Я так понимаю, что будет сделан на одежду, прическу, мебель. Хотя, мне кажется, из мебели тоже могут что-то добавить. Потому что если у нас будут как простенькие домишки, так и что-то у нас шикарное, роскошное, то наверняка там должны будут что-то прикольное добавить. Награды, ребята. Получается, мы с вами сможем, ну, типа, Оскара, наверное, что-то получать. Ну да, вы тут видите такой вот прототип Оскара. Я сомневаюсь, что она победила как бодибилдер или еще кто-нибудь. Но, как видите, это, наверное, наши какие-нибудь роскошные апартаменты. Да, ребята, это наши роскошные апартаменты. Как же круто. The Sims 4. Путь к славе. Доступен с 16 ноября, и вы уже можете оформить предзаказ. Да, ребят, я уже проверяла. Уже можно оформить предзаказ, зайти на сайт я или же в Ориджине и оформить предзаказ на это дополнение. Я не помню точную стоимость, ребят. Я как-то не обратила внимания. Обычно, по-моему, полторы тысячи или тысячу двести рублей. Ну, могу что-то перепутать. Ну, зайдите, посмотрите. Я в любом случае буду его брать. В любом случае, мы с вами запишем обзор на это дополнение. Мне кажется, оно как-то разбавит нашу жизнь. Потому что, знаете, сейчас у нас все симы более-менее равны. То есть, у нас все они одинаковые. Все у нас трудоголики или там еще кто-то. А тут уже, знаете, как-то вот такая вот статусность звезды. Какие-то там вот мероприятия, еще что-то. Посмотрим. Посмотрим. Это, как я уже сказала, был первый трейлер. Возможно, как и с питомцами, нам покажут еще один или два трейлера. Такое тоже может быть. По-моему, даже времена года у нас было пару трейлеров, если я не ошибаюсь. И мы с вами обязательно все остальное тоже посмотрим. Ну что ж, до 16 ноября осталось... Блин. Осталось еще... О-о-о-о, 21... 37 дней получается, да? Ну, ничего страшного. Чуть больше месяца, ребята, подождем. Получим с вами это дополнение. Будем играть, смотреть. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления. Понравился трейлер? Не понравился. Понравилось ли само... Ну как, трейлер? Трейлер нам пока что просто показывает такие вот кусочки. Как вы понимаете, это можно... Пазлы у нас будут собираться об этом дополнении. Но мы с вами что узнали самое главное? Появляется новый городок. Появляется новая одежда. Появляется новая карьера. Появляются новые прически. Появляются новые взаимодействия. То есть у нас наш сим становится знаменитостью. И начинают попадать различные ситуации. Может быть, он может достигнуть пика славы. Может, наоборот. Где-то что-то его остановит. Посмотрим. Посмотрим, как оно все будет реализовано. Я надеюсь, что вам было интересно. Пишите ваши впечатления. Также пишите, что вы ждали. Какое следующее дополнение. Ждали ли вы путь к славе? Или может быть что-то другое? Ну а я буду с вами пока что прощаться. Обязательно посмотрим все остальные трейлеры, которые будут выходить. Обсудим в комментариях. Пишите обязательно. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся уже в новых сериях. Хорошего вам настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok